Товарищи, надо сверить, кто у нас делегата, да? Давайте поднимем, пожалуйста. Так, товарищи, рабочие, поднимите, пожалуйста. Восемь. Так, товарищи, предлагается открыть 30-й съезд общественного объединения Рабочей партии России. Кто за? Выдержавшиеся. Против. Никого нет. Единогласный за. Так, товарищи, тогда переходим к работе съезда. Значит, среди нас, кроме делегатов, присутствуют еще товарищи, которые обеспечивают техническую часть, съемку, видео и фото. А также с нами сегодня присутствуют Шишкарев Василий Иванович и Кудрявцев Владимир Михайлович, которые являются основателями Рабочей партии России. И вот все эти долгие 30 лет продолжают работать и передавать молодому поколению свой опыт и знания. Спасибо им за это большое. Отчет ЦК и задачи партии от Рабочей комиссии Вячеслав Михайлович Лазарев доложит. Лазарев Владимир Михайлович Рабочий, электромонтажник по ремонту домовых систем, ГУП Инпредсервис, сопредседатель рабочей комиссии. В 2023 году было проведено два заседания Российского комитета рабочих в марте и в ноябре. Точнее, в ноябре и в марте. В ноябре обсуждались вопросы о коллективной защите предоставленных закону прав работников. Было представление проектов, прогрессивных коллективных договоров делегатами, проектов для своих предприятий. Также были представлены основные положения из этих проектов. Обсуждался вопрос о защите от неправомерных действий работодателя, принятия локальных нормативных актов. И были приняты постановления о коллективной защите предоставленных законов прав работников, предоставления делегатами РКР прогрессивных проектов коллективных договоров и их основных положений, коллективной защиты от неправомерных действий работодателя при принятии локальных нормативных актов. В марте темы были приняты постановления о борьбе профсоюзной организации за повышение производительности труда на предприятиях в интересах рабочих, участие профсоюзов в организации обучения работников на предприятии, о требованиях рабочего класса по улучшению своего положения в условиях СВО. Была сформирована повестка на следующий РКР – создание инициативных групп рабочих и развитие их первичной профсоюзной организации для борьбы за свои интересы, участие организованных рабочих в создании и развитии бригад и о борьбе за продвижение проектов прогрессивных коллективных договоров. За этот год наблюдаются сдвиги в борьбе за продвижение прогрессивных коллективных договоров. Один из наших членов партии, рабочий, товарищ Туров, обратился к сопредседателю идеологической комиссии за помощью в организации коллективных действий в метрострою Менинградском. А там рабочие создали профсоюз и поняли, что им дальше не справятся с дальнейшей работой, не знают, что делать. И наш товарищ Туров привел активистов этого профсоюза в рабочую партию России. После чего товарищи из метростроя начали сбор подписей за их проект прогрессивных коллективных договоров. Причем составлен он был тоже при участии рабочей партии России. В качестве проекта используются основные положения из этого проекта. То есть то, что на одной странице наиболее основные направления борьбы. Это упрощает задачу, как вот стало сейчас понятно. Не нужно думать над целым проектом, прежде чем приступать к сбору подписей. То есть достаточно наметить самое главное, такие положения, как повышение реального содержания заработной платы, повышение безопасности производства, освобождение времени, увеличение свободного времени. И таким образом можно донести до коллектива необходимость борьбы за прогрессивный коллективный договор, потому что сейчас все ощущают снижение реального заработной платы, переработки растут. И людям понятно, что без улучшений, которые отражены в основных положениях, дальше никакого развития и улучшения их жизни не предвидится. И задача рабочей партии России пропагандировать, агитировать за то, что такие улучшения только в результате борьбы могут быть достигнуты. Удалось собрать несколько сотен подписей, еще до половины далеко, потому что коллектив у них где-то порядка 3700 человек, но даже не набрав еще половины, уже позитивные изменения произошли. То есть работодатель решил пойти на упреждение и повысил тариф, включаясь заработной платы на 27%, что, в принципе, уникальный случай за последнее время и вообще, наверное, не за последнее, что показывает и доказывает эффективность борьбы именно в рамках продвижения прогрессивного коллективного договора. Также я приступил к сбору подписей на своем предприятии, но у меня коллектив меньше, пока успехов таких на лицо нет, но подписи собираются, люди интересуются, то есть все подтверждается, правильность нашей стратегии, что пропаганда должна висеть с помощью основных положений, которые всем понятны, все с ними соглашаются. Не все сразу готовы подписать, но так или иначе, и могу судить по своему предприятию, ни с первого, ни со второго, но с третьего раза люди подписывают. И в процессе сбора этих подписей ведется уже организация коллективных. То есть пока ведет сбор подписей, ведет, естественно, общение с каждым в отдельности рабочим, и тот активист, который занимается этим непосредственно, он уже видит, кто из его товарищей наиболее активен, наиболее сообразителен в этой области, и кто может потом состоять в инициативной группе для создания рабочей секции профсоюза и дальнейшей борьбы, уже более организованной. Потому что, естественно, это не должна быть борьба одного человека. Так что здесь есть двигер у нас в этом году, и есть уже основания предполагать, что в следующем будут первые успехи по продвижению, непосредственно уже выхода на переговоры коллективные с преподавателями, первые победы в улучшении условий труда, в борьбе за улучшение условий труда. К сожалению, наряду с этим были также и негативные моменты. Рабочая партия России вынуждена была ликвидировать, расформировать нижегородскую организацию в связи с тем, что произошел рецидив Горбачевщины, как мы это назвали. Суть его в том, что, к сожалению, некоторые рабочие начали пропагандировать идею о том, что интересы человечества – это и есть то, за что мы боремся. Это совершенно потеряли из виду классовую природу общества и то обстоятельство, что на протяжении всей истории человечества идет классовая борьба в результате, которая происходит в развитии человечества. Пришлось на протяжению из пятерых рабочих Нижегородской организации четверо оказались под влиянием этих идей. Также были зафиксированы различные примиренческие тенденции с этой идеей. Пришлось, силами Нижегородской организации не удалось пресечь эту тенденцию, пришлось ее расформировать. Для того, чтобы такое не повторялось, необходимо ввести пропаганду и борьбу за заключение прогрессивных коллективных договоров. И я думаю, что сейчас как раз мы подходим к тому моменту, что эта борьба усилится, так как появляется понимание уже, как ее вести тихоньку. Очень тема обширная, сложная. С чего начать? Вот появилось понимание, с чего начать, к чему двигаться. То есть необходимо начать именно со сбора подписей. И в процессе сбора подписей организовывать коллектив. Также необходимо понимать, что организации профсоюза и так далее, это форма все-таки этой борьбы. Потому что самое главное содержание, за что борются. Заходить надо с основного, с главного. Так как по законодательству российскому вообще не обязательно первичная профсоюзная организация на предприятии. Любой представительный орган, через любой представительный орган можно выдвинуть требования к работодателю. То есть нет никаких оснований не собирать подписи прямо сейчас. Просто нет. Это первое, с чего стоит начать борьбу. Что мы сейчас уже и делаем. Я думаю, что, как я уже сказал, это даст свои успехи. Надеюсь, что другие товарищи тоже осознают необходимость, осознают свои экономические интересы. Что их реализовать, эти интересы, можно только коллективно. И только тот человек, который первый осознал эти интересы, он и сможет организовать коллектив, потому что остальные еще не осознали. Значит, ждать не нужно ничего, нужно распространять идеологию нашу среди рабочих. А использовать для этого средства в виде основных положений прогрессивно прийти на этот уровень. Ну, я думаю, все на этом. Все, спасибо. Доклад физиологической комиссии. Дорогие товарищи, ну, как представитель идеологической комиссии, я думаю, что мне доклад на самом деле делать легче всего, поскольку в нашей партии исторически работа идеологическая поставлена на высокий уровень, делается планомерно. И в целом высокий уровень идеологической работы определяет устойчивость нашей партии, не только определяет устойчивость, но и позволяет дать заблаговременные оценки тому, что будет происходить в обществе и тому, что происходит. Ярким примером этого является оценка, идеологическая оценка нашей партии, данная американскому фашизму во внешней политике на Украине. Эта идеологическая позиция была выработана рабочей партией России еще в 14-м году. Она уже формулировалась и в 12-м году, так полностью сформирована она в 14-м году, когда начались события на Украине. и с объявлением специальной военной операции. Это, собственно говоря, то, что сейчас является таким, ну, чуть ли не основным содержанием политической жизни в Российской Федерации. В нашей партии дана точная оценка того, что происходит при проведении этой специальной военной операции. Мы эту оценку за истекший год не меняли. И более того, те, кто вставал на противоположную позицию, с этими гражданами мы активно размежевывались и в нашей партии, и в политическом поле в целом. За истекший период в идеологической работе велась, работа в идеологическом плане велась полномерно. У нас уже много лет подряд ведется работа в Красном университете. Он работает с 2012 года. Ведется работа в университете рабочих корреспондентов. Также постоянная, ежегодная. Наши товарищи за истекший период выступали и давали оценку политических событиях в различных средствах массовой информации, на различных площадках и видеохостингах. Также велись работы по изучению основных трудов марксизма и ленинизма. Велся кружок диалектики. Наши товарищи также выступали с анализом ключевых работ марксизма и ленинизма. Я здесь хотел отметить тот цикл роликов, который появился по разбору капитала Маркса. Я проведенный Галко Виктором Ивановичем я крайне рекомендую всем товарищам этот цикл роликов, в котором разбирается капитал Маркса последовательно, глава за главой, посмотреть и вот я в частности много нового того, что я не ухватил при прочтении, неоднократном прочтении капитала, там я для себя извлек. Ну вот имеем ввиду сказанное, наша идеологическая работа поставлена на высокий и планомерный уровень, но вся эта идеологическая работа может получить свой момент в преобразовании общества только в связи с рабочим классом. И вообще рабочая партия России, наша партия является единственной партией, которая опирается на рабочий класс, которая формулирует эту опору на рабочий класс и руководящую роль класса в партии и в идеологическом плане. Мы неоднократно объявляли и заявляли это и доказывали этот характер нашей партии и необходимость такого характера нашей партии в печатных работах, но и организационно этот характер закреплен в уставе рабочей партии России. Как вы знаете, любые решения руководящих органов в рабочей партии России могут быть приняты, если в голосовании участвовало большинство рабочих. Ну и каким же образом вот эта связь нашей партии обеспечивается с рабочим классом. На самом деле, если посмотреть на то, что происходит в нашей работе, то эта связь с рабочим классом обеспечивается в основном и по большей части раздачей и распространением нашего основного средства массовой информации газеты «Народная правда» на заводах и фабриках. Именно там и это пожалуй единственное место где члены партии встречаются с рабочими, которые находятся вне партии, потому что другой возможности встретиться ну по крайней мере у нерабочих с рабочими нету. Понятно, что рабочие в нашей партии встречаются со своими товарищами на производствах и в своих коллективах, а вот у нерабочих никакой другой возможности встретиться с живыми, с настоящими рабочими, особенно на предприятиях крупной промышленности на сегодняшний момент нету. И таким образом вот эта деятельность по распространению нашей газеты, газеты «Народная правда» на проходных заводов и фабрик является основным моментом связи с рабочим классом. За истекший период эта работа укреплялась. Мы начинали прошлый год с в прошлом году в ноябре мы печатали 45 тысяч экземпляров рабочей партии «Народной правды» примерно раз в два месяца. На сегодняшний день это количество увеличилось до 55 тысяч, то есть оно полномерно увеличилось и я думаю, что нам это количество печатаемых газет нужно увеличивать. Понятное дело, что печатать чисто технически мы можем значительно больше. Вопрос заключается в том, сколько газет мы можем раздать на заводах и фабриках, сколько наши товарищи могут газет раздать. Ну и в этом смысле у нас появились товарищи, которые и они были в этом году они упрощили свое положение. Товарищи, которые раздают большое количество газет на заводах и фабриках, сейчас газета раздается во многих городах, вот я хочу отметить города, в которых раздается наибольшее количество газет, конечно, они раздаются и в других городах, в Москве, в Ленинграде большое количество газет раздается, в Иркутске товарищи раздают, Новосибирск, Омск, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Пятигорск, Пермь, Ижевск, Тюмень, Воронеж и другие города, но вот надо сказать, что если мы говорим, если мы определяем нашу газету и распространение нашей газеты как связь с рабочим классом, то как раз вот в этих городах мы можем сказать, что хоть какая-то связь с крупными предприятиями и с рабочим классом на этих предприятиях у нас присутствуют. За истекший период была улучшена отчетность по раздаче газет, то есть я думаю, что по крайней мере вот та отчетность, которую мы видели на предыдущем РКР, она, так сказать, собирала всю информацию о распространении по всем городам, людям, которые распространяют и заводам, я думаю, что вот это то улучшение, которое произошло, то качественное улучшение, по крайней мере, отчетности о распространении, которое произошло за текущий период. Ну и в целом, я думаю, что нам надо увеличивать и всем членам партии участвовать, мы много раз об этом говорили, участвовать в распространении газет поскольку-поскольку и это неоднократно подчеркивалось и съездом Рабочей партии России и в целом исторически становится понятно, что газета является коллективным организатором, пропагандистом и агитатором. Ну понятно, что пропаганда и агитация заключена в самой газете, в тех статьях заметках, которые пишут наши товарищи и я призываю товарищей, которые с одной стороны товарищей интеллигентов, которые ведут какую-то научную деятельность и которым есть что сказать по глубоким теоретическим вопросам, выступать в газете, а с другой стороны товарищам рабочим писать заметки о том, что происходит на их предприятиях. Это с одной стороны, но и с другой стороны, когда товарищи раздают газету и когда вот они общаются с товарищами рабочими на проходных, еще одна форма этого общения может быть заключаться в том, что товарищи пишут какие-то злободневные заметки о данном конкретном предприятии и передают товарищам рабочим газету с этими заметками. В этом как раз и будет заключаться то взаимодействие с рабочим классом, которое нам необходимо для упрочнения положения рабочей партии России и с ее связи с рабочим классом. Ну а то, что газета является коллективным организатором, я думаю, это понятно всем, кто хоть раз участвовал в распространении газет. Во-первых, газету нужно напечатать, это огромное организаторское дело, поэтому участвует большое количество товарищей, ее нужно как-то распространить полномерно по среди тех товарищей, которые распространяют эту газету уже на заводах и фабриках, ну и даже те, кто выходят на да не даже те, а в основном те, кто выходят к заводам и фабрикам, это как раз я хочу подчеркнуть, что это основные действующие силы в нашей партии, которые обеспечивают связь с рабочим классом, так вот, все, кто выходил к заводам и фабрикам, понимают, что для того, чтобы выйти утром на завод или фабрику, нужно известным образом организоваться. Но если мы говорим дальше о работе на самих предприятиях, которые, как я и сказал, могут обеспечивать рабочие нашей партии, то здесь следует сказать, что с идеологической точки зрения мы давно сформулировали те вопросы, тот круг вопросов и те процедуры, которые должны, вокруг которых должна строиться борьба на заводах и фабриках. И основная борьба должна строиться вокруг прогрессивного проекта коллективного договора. Этот проект наши товарищи рабочие в основном многие уже имеют, но надо сказать, что здесь по пропаганде и по агитации товарищей на заводах и фабриках есть некоторые препятствия. Понятное дело, что это препятствия и административного характера, которые начинят работодатель на производствах с одной стороны, но и с другой я думаю, что наши товарищи, те, кто написали проект коллективного договора, все-таки и это мне так видится в общении с товарищем, не понимают, что этот проект коллективного договора это то, что это то самое ключевое, вокруг чего должна строиться вообще работа на предприятии. Есть много других сторонних задач на предприятии, которые безусловно можно решать в коллективах, в бригадах, в инициативных группах, но все-таки основное направление должно строиться вокруг проекта прогрессивного коллективного договора, именно за этот проект нужно вести пропаганду, агитацию в своем коллективе. Для того, чтобы эту пропаганду, агитацию упростить, ускорить, я тут полностью поддержу Вячеслава Михайловича, он об этом говорил, необходимо сделать выжимку из проекта коллективного договора, нужно сформулировать основные требования, которые будут в этом проекте, а эти основные требования на самом деле их можно сформулировать всего тремя пунктами, которые получают конкретное развитие в уже конкретном проекте коллективного договора. Это пункты об увеличении заработной платы до стоимости рабочей силы, ну и каким образом конкретно эту заработную плату увеличивать до стоимости рабочей силы должно раскрываться на конкретном предприятии, потому что на каждом предприятии могут быть свои нюансы. Дальше это улучшение условий труда, и тут как раз вся конкретика этих улучшений, все это наполнение связано с конкретным, с конкретной работой на предприятии должно быть каким-то образом раскрыто, в какой форме должны быть улучшены условия труда на конкретном предприятии, и сокращение рабочего дня, которое вообще говоря уже сейчас можно свести, и этот лозунг поставила наша партия до 6 часов в день, ну и опять же конкретные эти формы, которые могут быть связаны и с организацией коллективных действий, с бостовочной борьбой на предприятии, они могут и должны быть определены в том самом проекте, в той самой выжимке из коллективного договора. И вот эту выжимку на самом деле, так уж если по-хорошему считать, и можно считать проектом коллективного договора, потому что что такое проект? Никак не закреплено то, что должно быть в проекте коллективного договора. А вот И вот эта выжимка, она, собственно говоря, и определяет то основное, за что должны бороться рабочие и работники на предприятии. И это именно то, что нашим товарищам проще всего раскрывать те положения, которые просто раскрывать, объяснять их необходимость и, самое главное, теоретическую обоснованность. И вот с этой теоретической обоснованностью, я думаю, что у нас в партии ведется большая работа по поводу того, чтобы разъяснить, что те самые требования, которые выставляются в коллективном договоре, они не просто требования, потому что рабочие этого хотят, а потому что эти требования вполне на сегодняшний день являются теоретически обоснованными и имеют крепкое теоретическое обоснование. Ну и возвращаясь к опоре на рабочий класс, я хочу сказать, что вообще в целом вопрос с руководящей ролью рабочего класса в партии, он прослеживается и борьба по этому вопросу прослеживается с вообще момента организации коммунистической партии в России. И еще когда было создано РСДРП, этот вопрос в том или ином виде, борьба за него шла на протяжении всей истории. Мы знаем, что этот вопрос встал в самом начале, когда было разделение на большевиков и меньшевиков, де-факто этот вопрос был поставлен. Потом вопрос, связанный с борьбой до революции, этот вопрос ставился. Вопрос борьбы с троцкизмом, де-факто был вопрос о классовой природе партии, о том, что партия опирается именно на рабочий класс. Именно по этому вопросу произошло разрушение партии в момент контрреволюции. По этому же вопросу было разделение между РКРП и рабочей партией России, когда наши товарищи, которые организовали рабочую партию России, вышли из РКРП и организовали как раз партию, где уставом организационно закреплена руководящая роль рабочих. И также мы видим, что эту классовую природу пытались различным образом пошатать уже товарищи, которые были в партии у нас, в последнее время были из нее исключены. Это имеется, я имею в виду и ситуацию с Энгельсовской ячейкой, которая была относительно недавно. Это ситуация с организацией Московской, это ситуация, которая была еще до Нижнего Новгорода здесь, когда нам пришлось перевести часть рабочих с Ленинградской организации в Нижегородскую организацию. И в общем-то говоря, вот эта борьба, которая придет постоянно, она не должна товарища удивлять никаким образом, и надо к ней быть готовым к этой борьбе и в будущем. И в этом году борьба шла именно по этому вопросу, когда у нас определенная часть товарищей, и припнувших к ним, решила, что стоит вести борьбу не за интересы рабочего класса, не опираться на коренные интересы рабочего класса и выражать их, а вести борьбу нужно за интересы как будто бы всего человечества, человечества в целом. А в человечество, как мы знаем, входит и буржуазия, туда входят и фашисты, которые сейчас, как мы видим, на мировой арене активно действуют, туда входят и в том числе рабочие, халуи этих фашистов, которые халуствуют перед американским фашизмом сегодня. Так что в человечестве в общем смысле, конечно, никаких экономических интересов единых у всего человечества нету и быть не может. Категория экономических интересов – это категория, относящаяся к классам. Так вот, Рабочая партия России выражает коренные экономические интересы именно рабочего класса. И в этом смысле мы в этом году провели очередной, так сказать, цикл, очередной этап борьбы с ревизионизмом. И не только с ревизионизмом, но и с примиренчеством к этому ревизионизму. И, как я уже сказал, я думаю, что нашим товарищам в целом не нужно удивляться в будущем, и надо быть готовым к тому, что эта борьба будет вестись постоянно и планомерно. За счет этой борьбы партия очищает себя и укрепляет себя. Мы видим другие примеры, когда других организаций, которые, не имея такой твердой теоретической основы, и не стоя на твердых позициях, они разваливаются достаточно быстро, разваливаются на много всяких группок. И эти группы, в конце концов, умирают. Да и, собственно говоря, все те граждане, которые от рабочей партии России в то или иное время откололись, отошли, были исключены, они в политическом поле пропадают. Нигде их не видно, не слышно, чем они заняты, непонятно. Хотя в момент выхода из партии они кричат о том, что они создадут свою партию, что они будут, так сказать, вести рабочий класс к победе, никакой победы, конечно, там не просматривается. Поэтому, да, я призываю товарищей спокойно и нормально относиться к борьбе, которую провел Центральный комитет за истекший период. И эта борьба показала, что Центральный комитет имеет единство во всех своих комиссиях. И как раз тот доклад, который мы сегодня слушаем, он подчеркивает то единство партийных рядов и то единство наших направлений, которые у нас есть в партии. Я предлагаю товарищу это единство сохранять и на нем основываться. Спасибо. Доклад Организационной комиссии. Ну, для начала, по численности членов РПР. Значит, на данный момент у нас в партии 214 человек, из них 39 рабочих. Из 214 человек 14 женщин. В этом году мы приняли в Ленинградскую организацию совсем недавно новую девушку из Краснодарского края. Всего девушек у нас 14. Значит, по возрастной составляющей примерно все точно так же, как было и в прошлом году. Ощутимый прирост членов партии, которые приходят в возрасте от 31 до 40 лет. Здесь вот больше всего товарищей пришло. Так, далее, товарищи. Что касается организационной работы. Вообще наша партия построена на организационных принципах и вся работа ведется по плану. Значит, в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, я думаю, что у нас есть возможности. Мы примем план, который Организационная комиссия предложит, примем ОВЦК. Один единый план на всю организацию. И хочу товарищей сразу призвать к тому, чтобы они вносили в этот план предложение и брали на себя обязательства по распространению газет. Возможно, по написанию статей, для того, чтобы фамилии товарищей фигурировали в этом плане. Чтобы мы понимали, кто чем занимается. Потому что я сталкиваюсь часто с вопросами от товарищей, которые, видимо, не знают, что у нас есть план. Хотя, в общем-то, как-то странно. Они задают такой вопрос, а где вот посмотреть, кто чем занят. Вот я отвечаю на съезде, где посмотреть, кто чем занят, нам можно посмотреть в плане. Если вашей фамилии там нет, соответственно, значит, человек ничем не занят. Ну, в соответствии с нашим планом проводились собрания организаций, собрания комитетов. Проведено второй российский комитет рабочих, вот пройдет завтра. Два раза в год это осуществляется. Один раз в год организуется съезд при непосредственном участии в Организационной комиссии. Это тоже очень большая работа. Проведены научные практические конференции. Одна проведена в Ленинграде. Целых три семинара провели в Московской организации. Тоже в соответствии с планом, который у вас принят. Самый главный аспект организационной нашей работы – это работа, которая строится вокруг газеты «Народная правда». То есть это наш главный идеологический орган. И все мы вместе, как вокруг коллективного организатора, собираемся вокруг «Народной правды». Это очень большая работа и по написанию статей, и по работе редакции, и по работе о том, чтобы напечатать эту газету. Разослать ее в города и в конце концов распространить на фабриках и заводах. И как уже было сказано, сейчас тираж газеты составляет 55 тысяч экземпляров. Конечно, хотелось бы, чтобы товарищей распространяли и больше, но, наверное, следует обратиться к тем, кто пока в этом распространении не занят по каким-то причинам. И хотя бы, может быть, 100 экземпляров, но все-таки взял на себя усилия, и тираж мы бы на 2-3 тысячи в год бы подтянули. Потому что тут тоже надо понимать, что движение, оно диалектическое в том смысле, что некую меру нам надо перейти. То есть, чем больше мы увеличиваем тираж, тем быстрее, скорее, наступит скачок, после которого мы будем влиять на ситуацию сильнее, чем мы влияем сейчас. Хотя, надо отметить, по тем отчетам, которые мы видим в партийной почте, в общем, отклик-то на газету есть, и ее действительно читают. То есть, это не бумазея, в которую там что-то заворачивают. Да, товарищи интересуются тем, что происходит. В связи с этим хотелось бы обратиться к товарищам распространителям, чтобы они пробовали вот те отчеты, которые они присылают в партийную почту, развертывают все-таки в какие-то заметки, возможно, статьи. И поскольку они находятся на проходных предприятиях постоянно, раз в месяц, зачастую протягивают эту газету одним и тем же людям, пытались бы завести с ними какой-то разговор. Я говорил как-то здесь уже, что я понимаю, что это очень непростая задача, но, в общем, простые задачи мы тут как бы и не ставим. Поэтому тут надо некое творчество проявить. Очень бы хотелось, конечно, чтобы здесь были тоже какие-то результаты. У нас еще произошел так называемый рецидив Горбачевщины, который проявился в организационном моменте, когда статья, которая не была отредактирована идеологической комиссией, не рассмотрена идеологической комиссией, попала в партийную почту. И, в общем, на этом основании продолжилось обсуждение тех самых идей об общечеловеческих ценностях, которые, в общем-то, чужды классовому подходу. В связи с этим было принято решение идеологической комиссии по этому вопросу, дана оценка. Организационная комиссия это постановление поддержала. Здесь хочу еще сказать то, о чем Вячеслав Михайлович не сказал, а это важно. Рабочая комиссия ЦК это постановление также поддержала, и ЦК таким образом выступил как единый орган против того рецидива, который произошел. И я думаю, что в этом году работа ЦК показала, что партия наша, она действует как целая. То есть это не некие какие-то разрозненные группы, вернее, не разрозненные, а ничем не связанные группы товарищей, как вот иногда такие возникают, может быть, по неопытности у товарищей мысли о том, что вот, а вот там какие-то комиссии что-то приняли. Но вот как это понимать, что значит какие-то комиссии? Это вообще-то ЦК. То есть даже если это там организационная комиссия, это ЦК. То есть если это идеологическая комиссия, то это идеологическая комиссия ЦК, а не просто товарищи, которые собрались по какому-то случайному принципу. Я просто хочу сказать, что эти организационные моменты, то, как устроена партия организационно, надо как-то крепко это понимать, потому что это же не отдельные взятые какие-то части, это части, это моменты. И воспринимать это надо как целое. Я считаю, что организационная комиссия и в целом ЦК в этом году работали очень плотно и в этом смысле плодотворно. И тоже хочу сказать, что удивляться тому, что такие противоречия, которые возникают, сначала организационному моменту, потом выливаются в идеологический, и в конце концов организационно решаются. В этом нет ничего удивительного. Я думаю, что это будет происходить с той или иной периодичностью. Надо быть к этому готовым и понимать, что если эти вещи возникают, то они возникают не просто так, это реальное положение. Делать такова борьба, такова классовая борьба, и эта борьба, как мы видим, вот она так проявляется внутри партии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова